Налоговая служба готова стать вашим бухгалтером. Автоматизированная и упрощенная система налогообложения, специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически налоговой службой. Если налогоплательщик выбирает по доходам, то будет 8%, если доход минус расходов, то будет 20%. Но еще раз повторю, что отчетность давать не надо. Мы сами будем считать, налоговая инспекция будет считать, по сведениям, которые представляют нам уполномоченные банки. А уполномоченные банки – это Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязь-банк, Банк-точка-открытие и Модуль-банк. Сведения о доходах и расходах будут собираться в личном кабинете налогоплательщика на основании данных кассовой техники, банков и того, что внесет сам налогоплательщик. На основании этих данных налоговая служба ежемесячно будет производить расчет налога и выставлять счет. Хочу сказать, что освобождаются от налогов по НДФЛ, как индивидуальные предприниматели. Они не платят страховые взносы фиксированные, потому что ставка увеличена, а она будет без этой ставки в пенсионный фонд забираться сумма. Поэтому здесь очень интересная система. Применить уже в этом году новую систему налогообложения могут те, кто только зарегистрировал ЭП или юрлицо и выбирает систему. Все остальные должны подать заявление о переходе до 31 декабря 2022 года и по новой системе смогут начать работать только в следующем году. Не подпадают и у нас нотариусы, адвокаты, крестьянско-фермерские хозяйства, бюджетные организации, банки, страховые организации, также организации, которые не занимаются коммерческой деятельностью. Предприниматель или юрлицо должны соответствовать еще нескольким условиям. Численность работников не более пяти человек, годовой доход не более 60 миллионов рублей. Зарплату выплачивают только в безналичной форме. И еще ряд требований, узнать о которых можно на сайте налог.ру. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».